Лев Николаевич Толстой. Первая ступень. На днях я был на бойне в нашем городе Тули. Бойня у нас построена по новому, усовершенствованному способу, как она устроена в больших городах, так, чтобы убиваемые животные мучились как можно меньше. Это было в пятницу, за два дня до троицы. Скотины было много. Еще прежде, давно, читая прекрасную книгу «Ethics of Diet», мне захотелось побывать на бойне с тем, чтобы самому глазами увидать сущность того дела, о котором идет речь, когда говорят о вегетарианстве. Но мне совестно было, как всегда бывает совестно идти смотреть на страдания, которые, наверное, будут, но которые ты предотвратить не можешь. И я все откладывал. Но недавно я встретился на дороге с мясником, который ходил домой и теперь возвращался в Тулу. Он еще не искусный мясник, а его обязанность — колоть кинжалом. Я спросил его, не жалко ли ему убивать скотину. И, как всегда отвечают, он ответил, «Что же жалеть? Ведь надо же!» Но когда я сказал ему, что питание мясом не необходимо, то он согласился. И тогда согласился, что и жалко. «Что же делать? Кормиться надо», — сказал он. «Прежде боялся убивать. Отец? Тот в жизни курица не зарезал». Большинство русских людей не могут убивать, жалеют, выражая это чувство словом «бояться». Он тоже боялся, но перестал. Он объяснил мне, что самая большая работа бывает по пятницам и продолжается до вечера. Недавно я также разговаривался с солдатом-мясником. И опять точно так же он был удивлен моим утверждением о том, что жалко убивать. И, как всегда, сказал, что это положено. Но потом согласился, особенно, когда смирная ручная скотина «Идет сердешное, верит тебе. Живо жалко». Мы шли раз из Москвы, и по дороге нас подвезли ломовые извозчики, ехавшие из Серпухова в рощу к купцу за дровами. Был чистый четверг. Я ехал на передней телеге с извозчиком, сильным, красным, грубым, очевидно, сильно пьющим мужиком. Въезжая в одну деревню, мы увидали, что из крайнего двора тащили откормленную, голую, розовую свинью бить. Она визжала отчаянным голосом, похожим на человеческий крик. Как раз в то время, как мы проезжали мимо, свинью стали резать. Один из людей полоснул ее по горлу ножом. Она завизжала еще громче и пронзительней, вырвалась и побежала прочь, обливаясь кровью. Я близорук и не видел всего подробно. Я видел только розовое, как человеческое тело свиньи и слышал отчаянный виск. Но извозчик видел все подробности, не отрывая глаз, смотрел, смотрел туда. Свинью поймали, повалили и стали дорезывать. Когда виск ее затих, извозчик тяжело вздохнул. «Уже лишь за это отвечать не будут?» проговорил он. Так сильно в людях отвращение ко всякому убийству, но примером, поощрением жадности людей, утверждением о том, что это разрешено Богом и главной привычкой, людей доводят до полной утраты этого естественного чувства. В пятницу я пошел в Тулу и, встретив знакомого мне кроткого, доброго человека, пригласил его с собой. «Да, я слышал, что тут хорошее устройство и хотел посмотреть, но если там бьют, я не войду. Отчего же? Я именно это-то и хочу видеть. Если есть мясо, то ведь надо бить. Нет, нет, я не могу. Замечательно при этом, что этот человек охотник и сам убивает птиц и зверей. Мы пришли. У подъезда уже стал чувствителен тяжелый, отвратительный, гнилой запах столярного клея или краски на клею. Чем дальше подходили мы, тем сильнее был этот запах. Строение, красное, кирпичное, очень большое, со сводами и высокими трубами. Мы вошли в ворота. Направо был большой, в четверть десятины, огороженный двор. Это площадка, на которую два дня в неделю пригоняют продажную скотину. И на краю этого пространства домик дворника. Налево были, как они называют, каморы, то есть комнаты с круглыми воротами, с асфальтовым вогнутым полом и с приспособлениями для подвешивания и перемещения туш. У стены домика, направо, на лавочке, сидело человек шесть мясников, в фартуках, залитых кровью, засученными, с обрызганными рукавами на мускулистых руках. Они с полчаса как кончили работу, так что в этот день мы могли видеть только пустые каморы. Несмотря на открытые с двух сторон ворота, в каморе был тяжелый запах теплой крови. Пол был весь коричневый, глянцевитый, и в углублениях пола стояла сгущающаяся черная кровь. Один из мясников рассказал нам, как бьют, и показал то место, где это производится. Я не совсем понял его и составил ложные, не очень страшные представления о том, как бьют. И думал, как это часто бывает, что действительность произведет на меня меньшее впечатление, чем воображаемое. Но в этом я ошибся. В следующий раз я пришел на бойню вовремя. Это было в пятницу, перед Троицыным днем. Был жаркий июньский день. Запах клея, крови был еще сильнее и заметнее утром, чем в первое мое посещение. Работа была в самом разгаре. Вся пыльная площадка была полна скота, и скот был загнан во все загоны около комор. У подъезда на улице стояли телеги с привязанными грядком и оглоблем быками, телками, коровами. Полки, запряженные хорошими лошадьми, с наваленными живыми, болтающими, свесившимися головами телятами, подъезжали и разгружались. И такие же полки с торчащими и качающимися ногами тушь быков, с их головами, ярко-красными, легкими и бурыми печенками, отъезжали от бойни. У забора стояли верховые лошади-гуртовщиков. Сами гуртовщики-торговцы в своих длинных сертуках, с плетями и кнутами в руках, ходили по двору, или замечая мазками дегтя скотину одного хозяина, или торгуясь, или руководя переводом валов и быков с площади в те загоны, из которых скотина поступала в самые коморы. Люди эти, очевидно, были все поглощены денежными оборотами, расчетами. И мысль о том, что хорошо или нехорошо убивать этих животных, была от них так же далека, как мысль о том, каков химический состав той крови, который был залит пол коморы. Мясников никого не видно было на дворе. Все были в коморах, работая. В этот день было убито около ста штук быков. Я вошел в комору и остановился у двери. Остановился я и потому, что в коморе было тесно от передвигаемых тушь, и потому, что кровь текла внизу и капала сверху, и все мясники, находившиеся тут, были измазаны ею. И, войдя в середину, я непременно измазался бы кровью. Одну подвешенную тушу снимали, другую переводили к двери. Третья, убитый вол, лежала белыми ногами кверху, и мясник сильным кулаком подпарывал растянутую шкуру. Из противоположной двери той, у которой я стоял, в это же время вводили большого красного сытого вола. Двое тянули его. И не успели они ввести его, как я увидал, что один мясник занес кинжал над его шеей и ударил. Вол, как будто ему сразу подбили все четыре ноги, грохнулся на брюхо. Тотчас же перевалился на один бок и забился ногами и всем задом. Тотчас же один мясник навалился на перед быка с противоположной стороны его бьющихся ног, ухватил его за рога, пригнул ему голову к земле, и другой мясник ножом разрезал ему горло, из-под головы хлынула черно-красная кровь, под поток которой измазанный мальчик подставил жестяной таз. Все время, пока это делали, вол, не переставая, дергался головой, как бы стараясь подняться, и бился всеми четырьмя ногами в воздухе. Таз быстро наполнялся, но вол был жив и, тяжело, нося животом, бился задними и передними ногами так, что мясники сторонились его. Когда один таз наполнился, мальчик понес его на голове в альбуминный завод, другой подставил другой таз, и этот стал наполняться. Но вол все так же носил животом и дергался задними ногами. Когда кровь перестала течь, мясник поднял голову вола и стал снимать с нее шкуру. Вол продолжал биться, голова оголилась и стала красная, с белыми прожилками и принимала то положение, которое ей давали мясники, с обеих сторон ее висела шкура. Вол не переставал биться. Потом другой мясник ухватил быка за ногу, надломил ее и отрезал. В животе и остальных ногах еще пробегали содрогания. Отрезали и остальные ноги и бросили их туда, куда кидали ноги волов одного хозяина. Потом потащили тушу к лебедке, и там распяли ее, и там движений уже не было. Так я смотрел из двери на второго, третьего, четвертого вола. Со всеми было то же, та же снятая голова с закушенным языком и бьющимся задом. Разница была только в том, что не всегда сразу попадал боец в то место, от которого вол падал. Бывало то, что мясник промахивался, и вол вскидывался, ревел и, обливаясь кровью, рвался из рук. Но тогда его притягивали под брус, ударяли другой раз, и он падал. Я зашел потом со стороны той двери, в которую вводили. Тут я увидел то же, только ближе и потому яснее. Я увидал тут главное, то, чего я не видал из первой двери. Чем заставляли входить волов в эту дверь? Всякий раз, как брали вола из загона и тянули его спереди на веревке, привязанной за рога, вол, чуя кровь, упирался, иногда ревел и пятился. Силой втащить двум людям его нельзя было. И потому всякий раз один из мясников заходил сзади, брал вола за хвост и винтил хвост, ломая репицу, так что хрящи трещали, и вол подвигался. Кончили волов одного хозяина, повели скотину другого. Первая скотина из этой партии другого хозяина был не вол, а бык. Породистый, красивый, черный, с белыми отметинами и ногами, молодое, мускулистое, энергичное животное. Его потянули, он опустил голову книзу и уперся решительно, но шедший сзади мясник, как машинист берется за ручку свистка, взялся за хвост, перекрутил его, хрящи хруснули, и бык рванулся вперед, сбивая тащивших за веревку людей и опять уперся, косясь черным, налившимся в белке кровью глазом. Но опять хвост затрещал, и бык рванулся и уже был там, где и нужно было. Боец подошел, прицелился и ударил. Удар не попал в место. Бык подпрыгнул, замотал головой, заревел и весь в крови вырвался и бросился назад. Весь народ в дверях шарахнулся, но привычные мясники с молодцеватостью, выработанной опасностью, живо ухватили веревку, опять хвост, и опять бык очутился в коморе, где его притянули головой под брус, из-под которого он уже не вырвался. Боец примерился живо в то местечко, где расходятся звездой полосы, и, несмотря на кровь, нашел его, ударил, и прекрасная, полная жизнь и скотина рухнула и забилась головой, ногами, пока ему выпускали кровь и свежевали голову. «Вишь, проклятый черт! И упал-то никуда надо!», ворчал мясник, разрезая ему кожу головы. Через пять минут торчала уже красная, вместо черной, голова без кожи, со стеклянно остановившимися глазами, таким красивым цветом блестевшими пять минут тому назад. Потом я пошел в то отделение, где режут мелкий скот. Очень большая комора, длинная, с асфальтовым полом и со столами со спинками, на которых режут овец и телят. Здесь уже кончилась работа. В длинной коморе, пропитанной запахом крови, было только два мясника. Один надувал в ногу уже убитого барана и похлопывал его ладонью по раздутому животу. Другой, молодой, малый, в забрызганном кровью фартуке, курил папироску загнутую. Больше никого не было в мрачной, длинной, пропитанной тяжелым запахом коморе. Вслед за мной пришел по виду отставной солдат и принес связанного по ногам черного с отметиной на шее молодого нынешнего баранчика. Положил на один из столов, точно на постель. Солдат, очевидно знакомый, поздоровался. Завел речь о том, когда отпускает хозяин. Малый с папироской подошел с ножом, поправил его на краю стола и отвечал, что по праздникам. Живой баран так же тихо лежал, что и мертвый, надутый. Только быстро помахивал коротеньким хвостиком и чаще, чем обыкновенно, носил боками. Солдат слегка, без усилия, придержал его подымающуюся голову. Малый, продолжая разговор, взял левой рукой за голову барана и резанул его по горлу. Баран затрепыхался, и хвостик напружился и перестал махаться. Малый, дожидаясь пока вытекет кровь, стал раскуривать потухавшую папироску. Полилась кровь, и баран стал дергаться. Разговор продолжался без малейшего перерыва. А те куры, цыплята, которые каждый день в тысячах кухонь, со срезанными головами, обливаясь кровью, комично, страшно прыгают, вскидывая крыльями. И смотришь, нежная, утонченная бараня будет пожирать трупы этих животных с полной уверенностью в своей правоте, утверждая два взаимоисключающие друг друга положения. Первое, что она, в чем уверяет ее доктор так деликатно, что не может переносить одной растительной пищи, и для ее слабого организма ей необходима пища мясная. И второе, что она так чувствительна, что не может не только сама причинять страдания животным, но и переносить и вида их. А между тем, слабата она эта бедная бараня только потому, что ее приучили питаться несвойственной человеку пищей. Не причинять же страданий животным она не может потому, что пожирает их. Нельзя притворяться, что мы не знаем этого. Мы не страусы и не можем верить тому, что если мы не будем смотреть, то не будет того, чего мы не хотим видеть. Тем более этого нельзя, когда мы не хотим видеть того самого, что мы хотим есть. И главное, если бы это было необходимо, но положим не необходимо, но на что-нибудь нужно, ни на что. Те, которые сомневаются в этом, пусть прочтут те многочисленные, составленные учеными и врачами, книги об этом предмете, в которых доказывается, что мясо не нужно для питания человека. И пусть не слушают тех старозаветных врачей, которые отстаивают необходимость питания мясом только потому, что это признавали очень долго их предшественники, и они сами отстаивают с упорством, с недоброжелательностью, как отстаивают всегда старые, отживающие. Только на то, чтобы воспитывать зверские чувства, разводить похоть, блуд, пьянство. Что и подтверждается постоянно тем, что молодые, добрые, неиспорченные люди, особенно женщины и девушки, чувствуют, не зная, как одно вытекает из другого, что добродетель несовместима с бештексом, и как только пожелают быть добрыми, бросают мясную пищу. Что же я хочу сказать? То, что людям для того, чтобы быть нравственными, надо перестать есть мясо, совсем нет. Я хотел сказать только то, что для доброй жизни необходим известный порядок добрых поступков. Что если стремление к доброй жизни серьезно в человеке, то оно неизбежно примет известный порядок, и что в этом порядке первой добродетелью, над которой будет работать человек, будет воздержание, самообладание. Стремясь же к воздержанию, человек неизбежно будет следовать тоже одному известному порядку, и в этом порядке первым предметом будет воздержание в пище, будет пост. Постясь же, если он серьезно и искренно ищет доброй жизни, первое, от чего будет воздерживаться человек, будет всегда употребление животной пищи, потому что, не говоря о возбуждении страстей, производимом этой пищей, употребление ее прямо безнравственно, так как требует противного нравственному чувству поступка, убийства, и вызывается только жадностью, желанием лакомства. Почему именно воздержание от животной пищи будет первым делом поста и нравственной жизни, превосходно сказано, и не одним человеком, а всем человечеством в лице наилучших представителей его в продолжении всей сознательной жизни человечества? Но почему, если незаконность, то есть безнравственность животной пищи так давно известна человечеству, люди до сих пор не пришли к сознанию этого закона, спросят люди, которым свойственно руководствоваться не столько своим разумом, сколько общим мнением? Ответ на этот вопрос в том, что все нравственные движения человечества, составляющие основу всякого движения, совершаются всегда медленно, но что признак настоящего движения, не случайного, есть его безостановочность и постоянное его ускорение. И таково движение вегетарианства. Движение это выражено и во всех мыслях писателей по этому предмету, и в самой жизни человечества, все больше и больше переходящего бессознательно от мясоедения к растительной пище и сознательно в проявившемся с особенной силой и принимающем все большие и большие размеры движений вегетарианства. Движение это идет последние десять лет, все убыстряясь и убыстряясь. Все больше и больше с каждым годом является книг и журналов, издающихся по этому предмету. Все больше и больше встречается людей, отказывающихся от мясной пищи. И за границей с каждым годом, особенно в Германии, Англии и Америке, увеличивается число вегетарианских гостиниц и трактиров. Движение это должно быть особенно радостно для людей, живущих стремлением к осуществлению Царства Божия на земле. Не потому, что само вегетарианство есть важный шаг к этому царству. Все истинные шаги и важны, и не важны. А потому, что оно служит признаком того, что стремление к нравственному совершенствованию человека серьезно и искренне, так как оно приняло свойственный ему неизменный порядок, начинающийся с первой ступени. Нельзя не радоваться этому так же, как не могли бы не радоваться люди, стремившиеся войти наверх дома и прежде, беспорядочно и тщетно лезшие с разных сторон прямо на стены. Когда бы они стали сходиться, наконец, к первой ступени лестницы, и все бы теснились у нее, зная, что хода наверх не может быть, помимо этой первой ступени. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok